Привет, братишка! Wargaming выпускает эксклюзивный танковый набор в рамках коллаборации с Hasbro, серии игрушек GE Joy, который нельзя будет получить в будущем. В наборе вы гарантированно получаете первого в своем роде командира с уникальной озвучкой и тремя перками экипажа. Премиум аккаунт, 20 задач на Х5 опыта, медаль за храбрость, 10 раз каждые сутки Х2 опыта экипажа, боевые резервы, а также 2 награды на выбор. Премтанки в аренду 8 уровня, французские барабанные ТТ Сомо СМ и СТ Ларайн 40Т, а также премтанк 7 уровня АТ-15А, премтанк 6 уровня Тайп-64 и все это с возможностью выкупа со скидкой. 10 допайков или 5 задач на Х5 опыта. Более подробно о пакете Amazon Prime на моем сайте nearu.gg в описании или первом закрепленном комментарии. Приятного просмотра! Хоба! Приветствую всех подписчики и новые зрители, вы на канале Nearu. И сегодня мы вместе с вами посмотрим вновь бой на шведском тяжелом барабанном танке 10 уровня под названием Кронваген. Естественно, я прекрасно понимаю то, что вас уже не удивить всякими различными боями на 10 тысяч плюс урона, только разве что, если это не мои уроны, потому что я, естественно, краб и не накидываю их каждый бой или каждый стрим, или вообще накидываю раз там в месяц, а может быть даже и дольше, потому что играю на различных танках. Очень интересен конкретно данный бой, по причине того, что здесь максимально эпичная развязка и концовка данного боя, а также данный молодой игрок под ником OneOnlyShot из клана Эликс, который играет у нас на Кронвагене, он просто гребаный читер! Как так можно стрелять и как так можно попадать, я вообще в шоке. Кстати говоря, напишите, читер ли он в комментах, потому что мне кажется, что здесь нельзя не обойтись без проверочки компании Wargaming, естественно, так что, алло, какие-то вислы вызываем. Короче, ладно, если серьезно, смотрим бой. Итак, наш герой играет на карте Затерянный Город, играет он, как я уже сказал, на Кроне, и играет он, мягко говоря, не в самых приятных позициях и не против самых приятных противников. Однако, его попадание и его выстрелы по танкам, особенно четкая, максимально выверенная и прицельная стрельба, меня реально поразили. Вы зацените, первый выстрел по Т110Е4 дал в лючок, потом дал в командирскую башенку 60ТП, а потом дал в планочку, а именно в триплекс АМХ 50 ФОШ 155. После этого перезаряжается, и, естественно, здесь у нас начинается настоящая борьба за позицию. То есть, у нас здесь воюет АПЕК 705А, которому, ну, очевидно, для того, чтобы адекватно потанковать, нужно остановиться от Бортины, для того, чтобы его не пробивали. Но, самое что забавное, здесь куча ПТ-САУ. Куча ПТ-САУ, это как раз-таки те самые танки, а именно 60ТП, Е100, ПТ-шки. Это самые неприятные танки для кранвагена по причине того, что, ну, кранваген, у него не такой большой запас очков прочности, и ему можно накидать в башню. Но здесь One Only Shot находит себе действительно применение. Закидывает он быстрее в АМХ 50Б прямо в клюв. Опять же, четкая стрельба, это как раз-таки про нашего героя, который может даже на карте «Затерянный город», тогда, когда все максимально неудобно, расстрелять. Правда, он весьма эгоистичен. То есть, прям вот из-за того, что ему союзники не дали возможности справа пострелять, он сильно разозлился. Разозлился в чате, написал там, рассказал им, так сказать, что они плохие. Плюс, дополнительно, здесь, по всей видимости, обиделся еще и на FV4005. Короче говоря, явно пацан потеет на результат. И здесь бабаха просто крутит перед ним свои задницы, подставляет пушку, и явно у пацана уже скоро нервы сдадут. Думает, ё-моё, союзники не дают мне здесь на кранваге не поиграть. Думает, статист, я же лучше, чем выиграю, а ну отдавайте мне позиции. Но такое бывает. Итак, One Only Shot. До сих пор не перезаряжается и будет сейчас дальше перестреливаться против вражеского 60ТП. Пытается выцелить он вновь лючок, потому что, ну, вариантов здесь, как вообще, в принципе, настрелять урона, не так-то много у нашего героя. Потому что ехать куда-нибудь на первую-вторую линию, ну, рискованно, можем получить от ПТ-САУ и вообще не доехать. Ехать по девятой-нулевой линии, ну, очевидно, это глупость, это опрометчиво, потому что ПТшки, которые стоят на седьмой вертикали, именно по 55-й, Е4-й, плюс еще бачат 25Т, могут нас расстрелять. Ехать куда-нибудь в центр карты, ну, опять же, могут подловить, расстрелять, поставить на каток и просто развалить, уничтожить со всех сторон. Поэтому вариантов у нас нет, нужно стараться перестреливаться в лючки, пытаться выцеливать, благо, снарядов у кронвагона предостаточно, и можно постараться выцеливать слабые зоны. Очередной выстрел в лючок выдает наш герой, прицел прям супер маленький, возможно, даже играет на трофейном прицеле, и сейчас ему предстоит побороться против настоящего мастодонта. Буйвол мира танков, легендарная непробиваемая рубка. Это Т110Е3. Данный молодой игрок прекрасно понимает то, что ему против Т110Е3 очень сложно будет перестреливаться. Зона, в которую можно пробить Т110Е3, а именно вот это вот пулеметное отверстие, оно, ну, вот крайне маленькое. То есть вам для того, чтобы пробить Т110Е3 в лючок пулемета, нужно попасть почти под самое основание, там, где у нас стыкуется как раз-таки вот эта вот башенка пулемета, с крышей, башней, крышей рубки данного Т110Е3. Поэтому пробить Е3, особенно если у тебя слабое бронепробитие, не так-то и просто. Нужно, чтобы тебе не просто повезло и залетело в этого Т110Е3, а нужно, чтобы, я не знаю, тебе там еще молния Зепса в него ударила и ослабила ему как раз-таки этот лючок. Итак, наш герой после манипуляции со стрельбой по батчату закидывает в него два снаряда, после этого перемещается к Т110Е3 и начинает его стараться танковать. Плюс дополнительно, сразу же можно заметить, не пробить его от СТРВ-103Б, которая находится у нас в квадрате А3-А4, наш герой начинает дальше пенетрировать Т110Е3 и пытается подловить его как раз-таки на перезарядке, выдав несколько выстрелов. Подпирает его здесь союзный Маус. Явно one only shot из клана Элик здесь немного пригорает, потому что Маус приехал, взял его, выпекнул, а у него остается один снаряд, и вновь он попадает в лючок! Т110Е4 дал в лючок 60ТП в триплекс АМХ-50ФО-155 и дал еще несколько снарядов к Т110Е4. Ну как несколько? Там их было много. И отъезжает назад. Очень сильно подставляется под СТРВ-103Б. Непонятно зачем, непонятно почему. Мог же просто спокойно отъехать чуть-чуть назад, потому что там как бы багер был, но, возможно, он хотел объехать. И здесь очередной выстрел выдает Т110Е4. И добирает его очередной раз в лючок! Сколько выстрелов он дал уже по этим маленьким пикселям. И вновь пытается выцелить 60-й парик, который, возможно, будет сейчас выезжать и с ним перестреливаться. Однако сзади здесь Маус. И выдает какой-то просто незаконный выстрел в НЛД под прям под дальний каток правый Т110Е4. Благо бронепробития каким-то образом хватает, хотя там, по идее, должен был вообще из-за того, какая приведенная броня быть рикошет. Но нашему герою везет, и он продолжает выцеливать. Закидывает выстрел в лючок 60ТП. Ему везет на самом деле. Попадает он в лючок, но с другой стороны не везет, потому что чуть-чуть улетает вниз снаряд, и из-за этого невозможно пробить, из-за слабого бронепробития, как раз-таки кумулятивного снаряда Кранвагена. Дальше закидывает у несколько выстрелов СТРВ-103Б, и вновь уходит на перезарядку. Кстати, главная фишка вообще Кранвагена наряду с Т-57К как раз-таки заключается в том, что у этого танка максимально быстрая перезарядка барабаны, и реально можно, ну, протанковать и дополнительно поперестреливаться, точнее, ну как протанковать, поперестреливаться, наверное, все же, потому что потанковать можно разве что от своей бронированной башни против каких-нибудь сверхтяжелых танков, потому что у них слабая перезарядка орудия, но мощная альфа, а мощную альфу можно затанковать, как, например, сейчас повезло против СТРВ-103Б. Неправильно выцеливает немножко One Only Shot, нужно было чуть-чуть левее или чуть-чуть правее от основной, скажем так, планочки башенки пулемета прострелить, и сейчас ситуация максимально неблагоприятная. Посмотрите, пожалуйста, ребят, на табло. Счет хоть и два танка, тьфу, два танка, два фрага я просто смотрю и говорю два танка. Счет хоть и четыре танка против пяти, но посмотрите, пожалуйста, на очки прочности сверху на экране. 2256 очков прочности у нашей команды и 4688 очков прочности у вражеской команды, при том это ПТ-САУ, которые могут никуда не ехать и просто принимать врагов. Сейчас очень важно будет каким-то образом постараться не принимать выстрел от Т110Е3 и постараться его забрать без получения урона. К сожалению, это не удается сделать у нашего героя. Получает он фугасами два выстрела от Конкерер Гей Клаба, оу, Ганкариера, или как-то там называется это, артиллерия, плюс дополнительно получает фугас он от Т110Е3 в 400 единиц урона. ХП остается 1600 против 4500, то бишь в три раза меньше, чем у вражеской команды. У нас ваншотный Маус, который может сдохнуть от одного сплэша артиллерии. У нас ваншотный для абсолютно любого танка, абсолютно любого пука, фугасного снаряда. Кранваген. Также у нас ваншотный здесь стоит Супер Конь, который тоже может умереть. И единственное ХП, которое у нас есть у нашей команды, это только лишь у артиллерии. Маус едет вперед танковать Объекта 277. Наш герой знает четко, где находится вражеская артиллерия Конкерер Гекла, потому что он по нему стрелял. Плюс дополнительно он знает, что по остаточному засвету СТРВ-103Б стоит в квадрате А3-А4, и Бабаха стоит где-то там на первой вертикали. Объезжает спину, но не хочет он подставляться под вражеского 277. И здесь задницу 277 закрывает труп СТБ. Дополнительный шот закидывает наш кранваген. One only shot. Два шота выдает в Объекта 277. И сейчас, рискуя сдохнуть от артиллерии, едет вперед, сейвится от СТРВ-103Б, а также от вражеского ФВ-4005, который, возможно, бы даже мог переехать в сторону города. Но он забирает союзного супер коня, и сейчас КП все так же остается в три раза меньше. Закидывает он отличный блайнд. Попадает по нему СТРВ-103Б, но зацените, как наш герой, кранваген, просто настоящий берсерк, получает лампочку, видит это, и в тот же самый момент, когда загорается лампочка, отъезжает назад и получает непробитие, или же рикошет от СТРВ-103Б. Мега везение, и сейчас наш герой будет играть от ХП нашей союзной артиллерии, а также от ХП Мауса. Все так же, очков прочности в три раза меньше. Плюс дополнительно, у врагов остается две ПТ-САУ, а также артиллерии. Умирает от подсвета либо СТРВ-103Б, либо же от подсвета вражеской артиллерии наша союзная арта. И ХП уже остается не просто в три раза меньше, а остается в семь раз меньше, в семь, в шесть раз меньше очков прочности. Даже подожди, если так посчитать, в восемь раз меньше очков прочности у нашей команды, и это настоящая беда. Что здесь можно сделать, честно говоря, я не представляю. Единственный вариант лично для меня, который был бы в голове, это, ну вот, просто надо дострелять урон, мужики. Вот дострелять урон, где-нибудь там встать в крысу, дострелять урон. Но, one only shot, он пацан не из плавых, не такой, как я. Он не слабачок, он не нищий какой-то. Этот парень знает явно, как играть. Итак, не попал он выстрел в FV4005, по всей видимости, или же наоборот попал. И, честно говоря, я не помню, сколько у него очков прочности было. Вроде бы 1500, вроде бы все же попал выстрел. И едет он в тупую на FV4005. Не знаю, на что он рассчитывает, учитывая то, что бабаха 100% заряжается после убийства Мауса. Он едет напрямик, просто взял яйца в кулак, ноги, так сказать, в руки, и просто полетел, грудью вперед, как будто это колесо выпечел вперед, и поехал разваливать эту бабаху. Дал один выстрел бабахе, и сейчас очень сильно рискнул. Отъехал назад от данных нескольких сараев, и размансовывает бабаху, просто как тореадор, как быка на красную тряпку разводит бабаху, откатывается назад, уходит перезарядку, артиллерия мажет, и олли шот забирает бабаху без потеречку в прочности. Я не знаю, как бабаха промазала, я не знаю, что у него было в голове, учитывая то, что эта бабаха дала 5 фрагов, но наш герой до сих пор остается уязвим. На него вылетает СРВ-103Б, монсует он за трупом ФВ-40-05, попытается, у него 2 снаряда, нету кумулятива, выдает он выстрел в лючок, СРВ-103Б, тот не может прострелить адекватно кранвагна, артиллерия не добирает с плэшом нашего героя остается минута 40 на табло, и нашему герою нужно дать аж 2 снаряда по вражеской артиллерии, которая может закрызиться абсолютно в любой позиции в квадрате А7, в квадрате А4, в квадрате А0, может уехать в квадрат Д0, куда угодно, минута 40 на табло, но One Only Shot, естественно, не теряет надежду и летит убивать артиллерию. Каким образом вот это все у него получается? Как он попадает в такие выстрелы? Как он дал под оглушением 2 шота СРВ-103Б? Я вот вообще не шарю. Вы понимаете, если бы он хотя бы один выстрел промазал, хотя он, естественно, давал один выстрел на отмашь, допустим, у него он был бы в запасе, но все равно он под оглушением попал 2 выстрела в лючок, хотя там разброс был просто как очко Папки Джова, но наш герой-то попадает, а это значит читер-подкрутка 100%. Все, задонатил варгеймингу, 5000 доляров занес, все, значит, подкрутка на год оформлена. Подписка почти как под Нетфликс. Да, это так. Остается 33 секунды на табло. Наш герой абсолютно не имеет понятия, где находится артиллерия, только помнит, что арта стреляла где-то в квадрате А7-8. У него 2 раза, тогда, когда он дрался под насыпью в квадрате Е7 под вражеской насыпью, а также она в него кидала, когда он давал выстрел в СТРВ. И он здесь засвечивает арту на невероятно большой дистанции, потому что арта, вместо того, чтобы просто стоять и не двигаться, она начала крутиться. Давайте еще раз рассмотрим вместе с вами этот момент. Едет он вперед, остается 20 секунд на табло, ищет артиллерию, думает, что она находится в яме в квадрате А7-8, но артиллерия начинает двигаться и на дистанции 420 метров наш герой засвечивает артиллерию и добивает ее. Благо, скорости полета подкалиберного снаряда хватило 1000 метров в секунду и он действительно добирает. Это, ребята, 10 616 урона, 1530 урона заблокированного и 546 урона насвеченного. То есть, 11000 суммархи, 10,5 косарей урона, 6 фрагов и невероятно просто филигранная стрельба по лючкам. Концовка достойна фильмов Нолана. Максимальный эпик и накал страстей до самого конца. Короче говоря, если вам понравился, ребят, данный бой, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, прожимать свои сочные жирные лайки, писать в комментариях, как вам вообще бой, чей так он или нет. Потому что, мне кажется, незаконными такие выстрелы давать-то в лючки. Мне кажется, что где-то там снюсика бабахнул наш молодой игрок. Ну да, как-то так. А с вами был Сионер Ю. Еще раз подписка, лайк и приятного встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok